Дмитрий, я рад вас приветствовать. Программа «Прямой эфир». Здравствуйте. Это взаимно. Я приветствую вас, Ирина, и приветствую нашу аудиторию. Здравствуйте. Ну что же, в этой программе мы подводим итоги 2019 года. Что за этот период удалось сделать? Мнение ваше, как депутата Тверской городской думы? Ну, давайте тогда скажем, наверное, о главных городских событиях, те, которые произошли за уже истекающий, стекший год. Основное, конечно, то, что коснулось каждого тверичанина, каждого жителя областного центра, это, конечно, те изменения, которые произошли, которые в основном касаются каких-то бюджетных финансирований, бюджетных трат. Это, конечно же, глобальный масштабный ремонт дорог, который у нас свершился в 2019 году. Дело в том, что были выделены беспрецедентные суммы, почти под миллиард, без малого, рублей. И в основном, конечно, к сожалению, это коснулось только магистральных дорог. Но, с другой стороны, к радости, потому что они тоже, конечно, нуждались в ремонте, в реконструкции, причем генеральной реконструкции, что и было сделано. Хочется отметить, что в этом году впервые подрядчики, которые уже, так сказать, не приезжие из столичного региона, наши подрядчики, они делали по тем же нормам, которым делали несколько лет назад подрядчики московские. Все тверичи оценили качество дорог. Мы видим, что уже не один год магистральные, первая очередь, которая была сделана дорог, они в достойном состоянии. Они с приходом, как у нас иногда случалось с приходом весны, вместе с снегом не сошли, а держатся и в нормальном состоянии. Конечно, мы уже начинаем постепенно, к счастью, уходят в прошлое. Только тверичане ездили и чертыхались, особенно автомобилисты, по дорогам, когда там на каждый метр по три ямы приходилось. Поэтому вот эти нынешний ремонт, он был сделан по тем же канонам, по тем же техническим условиям, которые уже зарекомендовали себя хорошо в областной столице. Мы очень надеемся, что мы увидим, что и эти отремонтированные дороги у нас будут служить долго, не один год. Кстати, на них гарантия тоже имеется. И мы к хорошему быстро начинаем привыкать. Мы надеемся, что это войдет в норму, что это станет нормой. Но вот что я бы сказал из такого, ну, оставляющего желать лучшего, это то, что, к сожалению, еще магистральные периферийные дороги у нас пока не в очень нормативном состоянии. Я помню, что когда губернатор региона напутствовал наш восьмой созыв депутатского городского корпуса, то ставилась задача покончить, ну, хотя бы наполовину избавиться в областном центре от грунтовых дорог. Это, вообще говоря, нонсенс, что в областной столице, находящейся там меньше, чем в 200 километрах от Москвы, у нас в областном центре больше 130 километров грунтовых дорог сохраняется. Это, конечно, неправильно. И вот на том округе, который я представляю городском, это Затверечье, в частности, там, конечно, таких дорог очень много, потому что мы понимаем, что в центре города это не очень актуально, грунтовых дорог уже, к счастью, нет. Но вот, например, Затверечье их довольно много. И пока даже вот многие дороги даже отремонтировать, ну, по временному варианту, грунтовую, подсыпать крошкой вот этой асфальты, пока, вот, к сожалению, не удается. Но мы на заседаниях Думы городской эти вопросы поставили, мы эти задачи поставили на год будущий, мы на соответствующие написали обращение к исполнительной власти. Мы очень надеемся, что в следующем году, ну, получится радикально сдвинуть с места вот этот вот ВОЗ. Ну, и мы будем над этим работать обязательно. В 2020 году будет введена новая модель пассажирских перевозок. Вот что вы по этому поводу скажете, ваше мнение? Это еще одно очень большое глобальное изменение, которое произойдет в нашей... Ну, в принципе, оно уже началось, потому что уже проведены соответствующие документации готовятся, уже проведены соответствующие решения, городская дума приняла. Но, знаете, вот такая ситуация сложная. Многие горожане меня спрашивают, говорят, ну, а вы гарантируете, что станет вот прям отлично, вот прям как в Москве, а вы гарантируете, что станет точно по всем направлениям лучше и так далее. Ну, понятно, что об этом сложно говорить. Дело в том, что мне говорили, вот как ты проголосовал за то, чтобы, ну, как бы временно, пока мы отказываемся от электротаспорта, имеется в виду трамваи, и переходим больше на автобусные. Но, понимаете, такая ситуация, когда... Что есть, например, было оставить как было, как вот ничего не делать, да, то есть не вводить вот эти новые варианты с пассажирскими перевозками. Ну, вот к нам приходил заместитель министра транспорта регионального, и показал на... Значит, такую сделали они как бы презентацию, показал слайды. И вот на одном слайде был густой стоял березовый лес, молодняк. Он говорит, как считаете, вот это лес? Ну, все говорят, ну, да, в общем-то лес. Он говорит, а знаете, что это на самом деле? А на самом деле это крыша нынешнего ПТП. То есть вот в таком состоянии находится ПТП. Но оно фактически умерло, это предприятие. К огромному сожалению, там разные причины. Это можно бесконечно там вырвать волосы на голову, но оно умерло, по факту его нет. То есть там, конечно, чудовищные условия. Поэтому вот сохранять его, причем не просто сохранять, а беспрерывно финансировать, потому что из городского бюджета шли деньги на текущее содержание, на зарплаты сотрудникам вот этого приносящего стабильный убыток предприятия. Деньги шли оставить так, но, наверное, тоже неправильно. Да, это все равно, что если порезать палец и не лечить, пусть из вас кровь вытекает. Это вот городской бюджет, это наши деньги. А другой вариант, это все-таки попробовать какие-то иные формы пассажирского, при этом, что пассажиры, конечно, понимали, как обслуживаться, никак, можно сказать, все хуже и хуже, скажем, годом. Или попробовать другие формы организации пассажирских перевозок. Конечно, я не могу, как лично, в мое мнение, гарантировать, что это точно будет только положительный опыт. Но пока мы надеемся, пока перспективы говорят о том, что схема поменяется и что будут в том числе обслуживаться маршруты, те, которые сейчас недостаточно, которым уделялось внимание в плане маршрутов. Потому что маршрутки, это понятно, это коммерсанты, они выбирают самые бойкие маршруты, самые для них интересные, привлекательные с финансовой точки зрения. А много маршрутов таких социальных, конечно, они были, конечно, по ним не дорабатывалась ситуация, они были, можно сказать, заброшены. Вот это новое предприятие, ему ставится задача, что оно должно обслуживать в том числе и эти маршруты, которые у маршрутчиков не пользовались популярностью. Еще что очень важно, что весь подвижной состав будет новый, тарифы будут регулироваться, контролироваться. Ну, я очень надеюсь, я пока осторожно об этом говорю, но я очень надеюсь, что позитивные перемены в наступающем году, в 2020-м, что мы их увидим, и пассажирские перевозки будут на более высоком уровне. А среди тем, которые больше всего интересуют наших телезрителей, это качество предоставления медицинских услуг в поликлиниках и больницах. Что удалось за этот период времени сделать и над чем нужно работать? Ну, здесь я уже, конечно, не могу говорить о роли Тверской городской думы, потому что понимаем, что в основном, ну, даже эти все федеральные структуры это регулируют, что ФОМС, это структуры, которые, ну, могут регулировать депутаты Государственной Дома. Но, тем не менее, конечно... Вам все равно обращаются с этим вопросом? Конечно, да, разумеется, обращаются. Поэтому, вот, к большому сожалению, что и депутаты, вот даже городские, они из своего, там, каких-то своих источников не могут даже финансировать эти заведения. Что мы можем муниципальные какие-то, там, школы, да, стадионы школьные там можем делать, а вот это, это уже федеральная структура. Но, тем не менее, как житель Твери, как человек, который пользуется, да, поликлиниками, больницами, у которого есть ребенок, который тоже там пользуется для подростков, там, для детей, помощи медицинской, скажу, что, конечно, это направление оставляет желать много лучшего. Есть какие-то подвижки, предпринимаются, мы знаем, что касается высокотехнологичной медицины, то здесь у нас ряд направлений, в принципе, на уровне федерального центра, что касается кардиопомощи, там, ну, что в областной больнице предоставляют. То есть, в принципе, вот тот уровень медицинского обслуживания, ну, кто пользовался, даже некоторые столичные жители к нам приезжают и здесь лечатся. А вот первичное звено, ну, это общероссийская проблема, здесь Тверь даже и не лучше, и не хуже, где-то мы тоже проводили анализ, смотрели, примерно посередине, где-то мы находимся, среди регионов, ну, мы центральный федеральный округ брали. То есть, это, конечно, мы знаем, что гораздо более серьезно есть, там, за Уралом сейчас проблемы, но вот первичное звено надо подтягивать. Ну, мы все внимательно смотрели большую пресс-конференцию президента Российской Федерации, где этому тоже было уделено внимание. Мы знаем, что сейчас огромные вливания будут в эту сферу тоже делаться в 2020 году, ну, и мы надеемся увидеть результат позитивный тоже и в этом направлении. Надеемся, что и вот это первичное звено, конечно, здесь будет подтянута, ситуация исправлена. Дмитрий, вы человек неравнодушный, известный среди наших телезрителей тем, что вы зоозащитник. Вот лично каких результатов вы за 2019 год добились? Ну, я вам хочу сказать, что я не столько зоозащитник, просто я хочу, чтобы эта ситуация дикая, что касается у нас обращения с безназонным животным, чтобы она, наконец-то, была исправлена, вошла в правовое поле и так, чтобы не страдали и люди, и животные. Причем у нас огромное, ну, подавляющее большинство людей любят животных, больше половины тверичей имеют домашних животных, там, от птиц и кошек до собак, и там, каких-то экзотических животных. Вот, и я понимаю всех, и тех, кто там к животным с осторожностью относится, и тех, кто там у них души не чает, вообще все должны быть, как говорится, и волки, и святые овцы целы. Дело в том, что тут нас немножко еще, да не немножко, а сильно подхлестнуло принятие в конце 2018 года нового федерального закона, номер 498 ФЗ, об ответственном обращении с животными. Ну, я приветствую, этот закон, конечно, требует доработки, много подзаконных актов, там нужно, закон прямого действия, там по многим статьям нужно вводить, но это мы идем по пути более цивилизованного отношения к животным. Вообще, везде, где решили проблему с безнадзорными животными, везде шли по пути ужесточения законодательства, повышения ответственности владельцев животных, и я это приветствую, хотя я сам владелец животного, но я приветствую, чтобы ответственность была более жесткой, чтобы были более жесткие санкции за отказ от животного, выбрасывание на улицу и так далее. Потому что проблему люди породили. Так вот, этот закон, он вводит гораздо более цивилизованные, но вместе с тем жесткие нормы в нем прописываются относительно владения животными. И, конечно, для того, чтобы его исполнять, этот закон, первое, что нужно, когда животное отлавливается, у него статья, по-моему, пятая в этом законе, оно должно быть незамедлительно доставлено в приют или пункт временного содержания. Понимаете, что если этого пункта или приюта нет, все, закон дальше можно не читать, он не работает. Дальше ничего. Дальше нет вакцинации, дальше нет чипирования, нет учета животных, нет их содержания. Там дифференциация агрессивная, не агрессивная. Ничего нет, пока нет приюта. Поэтому я, когда тоже баллотировался, встречался с избирателями, у меня такой наказ был, чтобы мы проработали эту ситуацию. К сожалению, лет, наверное, за 15, сколько я этим занимаюсь, этой проблемой, ну, почти никаких подвижек реально на практике не было. То есть, были намерения почти все, там даже главы региона наши, там прошлые высказывались главы города, наша общественность там активно встречалась. Но, к сожалению, возможности как-то реализовать на практике не находилось. А сейчас ситуация поменялась. Я хочу поблагодарить коллег по депутатскому корпусу, что они ответственно подошли к этому вопросу, поддержали. Инициативу я руководитель рабочей группы в нашей городской думе по решению этого вопроса. Нашу группу поддержали почти все депутаты. И были выделены средства на строительство вот этого приюта. У нас в больших перемерках там есть частный приют, а рядом строится государственный, ну, муниципальный. Вот. И уже, в общем-то, первая очередь его вот прямо вот в настоящее время, она вот достраивается. И, ну, вот, я выражаю надежду. Тоже, опять же, пока так осторожно, потому что уже много раз на молоке обжигались, на воду дуем поэтому теперь. Но надеюсь, что уже в этом году, прямо в начале года, он сможет принять первых животных, что снимет социальную напряженность и позволит, ну, с братьями нашими меньшими, решить эту проблему в соответствии с законом, гуманно, в соответствии с моральными нормами. Дмитрий, а теперь у меня вопрос к вам, как к представителю СМИ. Вы главный редактор медиахолдинга «Тверской проспект». В октябре наш коллектив отметил 25-летие. С чем подошли, с какими результатами к юбилею? Ну, Ирина, я, во-первых, хочу и вас поздравить, как одного из основных, так сказать, бойцов наших, самого первого отряда новостного. Спасибо. Это первое. Во-вторых, наших телезрителей, потому что наш медиахолдинг, успех нашего медиахолдинга – это наш общий успех с нашей аудиторией. Мы не можем существовать вот это такое точное предприятие, которое не может существовать без аудитории. Мы благодаря ему и состоялись, благодаря ему у нас действуют площадки. Я хочу сказать, с какими результатами, вы спросили, подошли? Да с грандиозными результатами. Потому что 25-летие, четвертьвековой юбилей в наше время, да многие или предприятия могут похвастать таким серьезным опытом. Тем более, что понимаем, что было 25 лет назад в нашей стране, и какая ситуация сейчас. Это совершенно разное, и выжить в совершенно разных условиях – это, ну, дорогого стоит. С чем подошли? Подошли… Вот дело в том, что сейчас ситуация, она настолько быстро меняется, я имею в виду последние годы, что о какой-то вот тут такой стабильности это вообще говорить не приходится. Особенно это касается СМИ. Дело в том, что новые информационные технологии, новые запросы общества, совершенно новые технические варианты передачи информации, все вот это вкупе, оно заставляет нас, ну, не просто как-то стоять на месте, оглядываться, оно просто бежать во весь опор, быть, постоянно держать руку на пульсе, постоянно реагировать, постоянно подстраиваться, выстраивать, идти, смотреть на несколько шагов вперед, просчитывать ситуацию. Ну, конкретно о чем я говорю. Мы понимаем, да, что у нас аудитория совершенно разнообразная. Это мы, когда вот смотрим сквозь вот этот вот объектив, мы понимаем, что по ту сторону экрана находится и там 13-летний подросток, и человек в такой уже в серьезной возрастной категории, там пожилые люди и люди, которые там в самом активном находятся, там, в периоде возрасте. И как вот нам с ними общаться, понимаете? Ну, вы, наверное, по-разному общаетесь, допустим, там, с 10-летним ребенком и человеком, который у вас двое старше, немножко разный, да, тон выбираете. И способ передачи информации, и сама информация. Поэтому, конечно, представить себе, вот, например, подростка там, 12-летнего, что он сидит и каждый день смотрит программу «Время», ну, довольно сложно, да? Зато мы понимаем, что наши молодежи, они сейчас просто не разгибаются от вот этих гаджетов и так далее, и так далее. Хорошо, плохо, это мы тоже, кстати, в наших программах обсуждаем. Но это реалии, это реальность, то, что мы видим. Поэтому мы должны делать так, чтобы людям было интересно нас смотреть, раз, полезно обязательно нас смотреть, два, и делать так, чтобы наша аудитория не оставалась равнодушной. Дело в том, что наши СМИ, вот у нас одна из важнейших задач, это интерактивность. Мы предоставляем площадки для активного населения. Кто неактивный, тому вообще, в принципе, наверное, ничего не надо. Я думаю, что такие тоже есть, они имеют на это право, но мы сейчас говорим про активную часть населения в разных сегментах, молодежь там постарше, средний возраст. Так вот, с активными всегда интереснее работать, потому что это люди, которые хотят получать обратный отклик, которые хотят доносить свои мысли, свои задачи какие-то до власти, до каких-то институтов государственных и так далее. И мы такие площадки представляем. У нас, мы знаем, что и в новостях, конечно, это мы максимально используем, такие формы, например, как опрос населения. И это очень, кстати, репрезентативная выборка, когда мы делаем. И в то же время мы представляем площадки для уже такого более глубокого диалога, приглашаем к себе лидеров гражданского общества. И я хочу сказать, ну, наверное, об этом позже, что нас ждет дальше, да, что в этом плане будет делать. Ну, и как удается выдержать такую конкуренцию на рынке? Конкуренция действительно сложная. Мы видим, что, ну, я не хочу злорастовать, к сожалению, ну, не все коллеги из цеха в плане СМИ выжили и перешагнули рубеж 2020. Я, кстати, не против этой конкуренции. Она нас заставляет быть более, ну, работать глубже, работать сильнее, работать напряженнее, эффективнее. Поэтому конкуренция это хорошо. Это чтобы никто не бронзовел. Но не все перешагнули вот этот рубеж. Поэтому, ну, конкуренция это не снимает. Дело в том, что когда какие-то каналы уходят или какие-то там, не знаю, там, редакции газет каких-то, то появляется новый. Мы видим, что сейчас наступает эра интернета. Многие говорят, а выживет ли телевидение? Будет ли телевидение? Да будет. Только это будет уже немножко другое телевидение. Это будет симбиоз, где и печатные СМИ, и, конечно же, обязательно интернет, и, конечно, обязательно и телевидение сохранится, потому что, ну, пока его заменить не может никто. Я объясню, почему. Ну, самый понятный вот такой пример, что в интернете там может написать, да, любой человек, любую мысль высказать. Ну, мы видим, сколько сейчас появляется фейковых новостей, которые не заслуживают доверия, которые просто откровенно дезинформируют людей. Ну, а телеканал, уважаемый, респектабельный, он себе, конечно, такого позволить не может, и это очень хорошо. Поэтому наша информация проверенная, нам верят, нас слушают, и люди начинают все больше и больше это ценить. Ну, время подходит к концу нашей программы. В завершении хотелось бы задать вопрос по перспективам на 20-й год, и, конечно, уникальная есть возможность Дмитрий обратиться ко всем нашим телезрителям, поздравить с Рождеством, с Новым годом. Камера ваша эта. Ну, что касается перспектив, я уже сказал, что мы будем обязательно использовать все новые форматы, мы обязательно будем использовать все самые современные, самые продвинутые, самые перспективные средства донесения информации, подачи информации. Я говорю про форматы и в техническом плане, и форматы в плане творческом. Это, я точно уверен, что не разочаруем аудиторию, я пока не буду выдавать все секреты. Проекты будут новые. А вот об этом хотел сказать, что у нас уже сейчас на старте, уже просто, можно сказать, в режиме стендбай находятся 4-5 новых проектов, даже пока название не буду говорить, но я скажу, что они закрывают самые разные сегменты. То есть, это и ток-шоу, и какие-то программы короткие, такие как заряд сконцентрированной информации в экономическом плане, в культурном плане, в социальном плане, в политическом плане. Такие проекты у нас сейчас на старте, они вот уже вот-вот стартанут. Очень интересно, я сам с нетерпением, мне вот как интересно, как они будут, как их воспринимет аудитория. Так что, это мы обязательно встретимся, следите за нашим эфиром, за нашими новостями. Ну, а нашей аудитории хочу пожелать и сказать, что вот та повестка дня, которая сейчас у нас формируется, которая делается, это наше с вами совместное творчество. Дело в том, что то, что делает общество, то, что формирует, то, как оно живет, то, чего оно достигает, добивается, какие себе цели ставит, надеюсь, высокие, об этом мы и рассказываем. Мы как правдивое зеркало. И вот я очень хочу пожелать, чтобы в наступившем двадцатом году в этом зеркале отражались только самые-самые лучшие позитивные события, чтобы отражались наши общие успехи, чтобы отражались наши общие достигнутые задачи, чтобы наши высокие цели всегда находили воплощение. Ну, и хочу еще пожелать, чтобы наши результаты того, что мы с вами посеяли, всегда превосходили наши ожидания. С Новым годом и Рождеством! Спасибо, Дмитрий, что пришли к нам в студию. Всего доброго и до новых встреч! Это была программа «Прямой эфир». Всем всего доброго в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова